Вернер Зомберта То есть он говорит о том, что это два взаимосключающих типа. Они в обществе есть всегда, оба. И торгаши есть, и герои. Но общество бывает либо тогда, когда побеждают герои над торгашами, и бывают торгаши над героями. Прекрасная тема говорить о разной экономической форме в таком дуализме. С точки зрения Зомберта отношение между торговцем и героем это zero sun game. Если говорить о их стремлении доминировать в качестве такого основополагающего типа в обществе. Иными словами, бывают культуры героические, а бывают торговые. Торговые антигероические, они ориентированы на мирную жизнь, на частное обогащение, на приватность, на гражданственность. И бывают героические культуры, которые ориентированы на подвиг, на аскезу, на свершение, на славу, на честь, на иерархию, на государство. Совершенно другой набор приоритетов. И между ними zero sun game. То есть торговцы выиграют, проигрывают воины. Герои выигрывают, проигрывают торговцы. И вот прекрасная модель, на мой взгляд, очень убедительная и ясная, которая финализирует, может быть, совершенно верное замечание Алексея Чардаева. Теперь, что еще я хотел сказать? Подложая линию культуры и экономику. Здесь можно вспомнить Гранши. Антонио Гранши, который замечательно показал, он был марксист, коммунист, ленинист, показал, что пример большевистской революции показывает фундаментальную автономию политического над экономическим. Что экономических предпосылок для революции, объективно, конечно, в царской России никаких не было, а вот политическая власть была захвачена убежденными носителями коммунизма, социализма и перестроила экономику по требованию своей идеологии. То есть Гранши обосновал советский опыт лучше, чем любой советский марксист, потому что он немножко со стороны был честнее, спокойнее, в дюрьме, потом он оказался, сидел спокойно, как ему ничего не мешало, никто его не давил. И он написал эти дюремные тетради, замечательные произведения, где он говорит, что если мы реально посмотрим не на лозунги, а на действительность, то политика в некоторых обстоятельствах доминирует над экономикой, а не наоборот. Но дальше он пошел дальше, он говорит, а вот смотрите, только ли политика, и он предложил еще такое очень важное дополнение, а культура, говорит Гранши, доминирует над политикой. И поэтому в конечном итоге, если культура доминирует и автономно по отношению к политике, и доминирует над политикой, то культура, доминирующая над политикой, в конечном итоге доминирует и над экономикой, и над тем политическим строем, с которым мы имеем дело. И тут Грамши говорит, что существует принципиальный выбор, который делает интеллектуал, то есть человек культуры, свободный интеллектуал или, как он говорил, органический интеллектуал. То есть органический интеллектуал, в отличие от такого системного интеллектуала, это тот, кто свободен в своем выборе тотально. Хочу одно, хочу другое. Что одно и что другое. Вот этот Грамши свободный органический интеллектуал может заключить пакт с двумя силами, с капиталом или с трудом. Это в марксистской версии, но оказывается, что экономика это то, что происходит в сознании культурного человека, зарождается. Потому что один культурный человек говорит, я полностью согласен с капиталом, то есть с логикой торгашей, с цивилизацией. А другой культурный человек говорит, кем бы он ни был, сам к какому бы классу он ни относился в обществе, он говорит, нет, я заключаю исторический пакт по Грамши с трудом. То есть в нашем случае, можно перефразировать, что свободный культурный интеллектуал совершает выбор между торгашами и героями. И, соответственно, в зависимости от этого выбора строятся политические процессы, которые в свою очередь тянут за собой экономику. Экономика в этом анализе всегда вторична. И не экономика предупредляет капитализм, а сознание капиталиста предупредляет капиталистическую экономику. Но здесь уже Макс Вебер, здесь уже протестантская этика. То есть здесь мы видим, что капитализм сам по себе является историко-культурным феноменом, который подстраивает экономику по своей собственной преференции, а не наоборот, не просто отражает объективно существующий в истории процесс. Этот нарратив, объективно существующий в предпосылках капиталистического развития, создан капиталистами, именно теми культурными органическими интеллектуалами, которые полностью пришли на сторону торгашей и стали их идеологами. О чем действует от России, собственно, и говорил, вводя понятие экономику. Теперь к нам как это применяется? Вот сейчас страна в войне. И в нашей стране существует линия фронта, линия боевого соприкосновения. И это территория войны. А вот что за вторая территория? Понятно, когда мы удаляемся от фронта, в какой-то момент мы действительно перестаем взрываться ракеты, хотя уже непонятно, где она проходит. И Крокус, и сегодняшняя атака на Алабугу в Татарстане. Вот где эта линия фронта заканчивается? Уже трудно сказать. Но самое главное, что есть сейчас принципиальный вопрос. Там, где заканчивается линия фронта, начинается что? Территория мира или что-то иное? А что иное? Территория тыла. Вот смотрите, сейчас вопрос о том, линия фронта понятна. А вот линия не фронта за этим пределом. Вот выбор, который сейчас делает наше общество, наша власть. А, как мы знаем, из грамши. В первую очередь это делают деятели культуры, свободные, органические интеллектуалы. Это как понять, как интерпретировать территорию удалённую от фронта. Либо как территорию мира, тогда здесь будет культура мира. Либо территорию тыла, тогда здесь будет культура победы. Культура войны, если угодно. Этот выбор делается сейчас. Мы ждём от того, когда власть нам скажет. Мы ждём от власти того, что она нам скажет. Всё, культура мира закончилась. И многие признаки подсказывают, что так власть и говорит. Что всё, культура мира закончилась. Нажидается культура тыла. Но мы хотим всё-таки, чтобы, вот видите, многие качать головой. Потому что действительно власть чего-то не договаривает. Она говорит, смотрите, как хорошо, мирная жизнь. Ну да, там погибли люди. Это страшно, конечно, мирная жизнь. Но на самом деле власть почему-то не даёт последнего знака, последнего кивка в том, что уже нету территории мира. И нет культуры мира. А есть культура тыла. И надо всю нашу культуру перестраивать. А почему власть колеблется? Потому что она сама зависит от этих органических интеллектуалов, от деятелей культуры. Не надо ждать от власти, пока она окончательно введёт здесь жёсткие законы тыла. И заставит деятелей культуры соблюдать эти правила. Деятели культуры должны осознать, что то, что они ждут от власти, власть ждёт от них. Всё происходит в нашем сознании. Поэтому сейчас задача осуществить этот исторический пакт с нашим народом, с нашим президентом, с нашей историей, с нашей идентичностью и вступить в войну, где бы мы ни находились. И превратить тем самым не наше, где мы находимся, общество, в территорию войны, а превратить наше общество, в котором мы находимся, в территорию тыла. И есть одна цель у культуры такого военного времени – это победа любой ценой. Это всё для победы, все жертвы, все возможности, все время, все наши усилия. Я думаю, что мы стоим сейчас на пороге этого. Вот на пороге важнейшего перехода, который осуществляется в нашем сознании. Мы сами выбираем, мы кто – торгаши или герои. При этом, на самом деле, по зомборту герой может быть человек, который занимается бизнесом, который может заниматься торговлей, который может быть довольно тихим обывателем, но он понимает, что такое война и что такое героизм, и переходит на эту сторону. И также торгашом может быть военный. То есть не всякий военный заведомо герой. Это тоже очень важно. Это выбор гораздо более глубокий. Это выбор, который проходит в нашем сердце. И я думаю, что сейчас необходимо именно совершить этот выбор. И его многие совершают. И потом уже, не спрашивая, за что. Вот на самом деле, совершив этот выбор, выборов, либо ты с народом, с президентом, с государством, с войной, с нашей линией фронта, либо ты не, это не твоя война, и ты принадлежишь к миру, ну и тогда вот история с Пугачевой, с Галкиным, с Релакантовой, или с утренней обуждунами, которые сидят между нами и думают, когда же этот кошмар закончится, чтобы вернуться к предшествующему. Никогда. СВО началось, но никогда не закончится. Лучше так считать. И поэтому, потому что либо победа, а это будет новое государство, новое общество, новая Россия, новая культура, ну а в противоположном случае либо ничего, потому что проигрыша у нас нет, на проигрыш никакого права. Мы находимся в очень жесткой ситуации, и люди культуры как раз и являются главным решающим элементом этой фундаментальной и социальной проблемы. Благодарю.